Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал! С вами снова Николай. И сегодня, как я вам уже говорил, мы поедем с вами... Кстати, вот сегодня у этой безумной женщины, у нее сегодня именины, да? У нее сегодня год. Ума как не было, так и нет. Иди сюда, бэнь! Вот, смотрите она. Привет всем! У меня сегодня год! Такая вот красотка, ей сегодня исполнился год. Голубушка, тебе год сегодня исполнился? Сегодня у нее будет подарочная баночка паштета. Так вот, сегодня мы поедем с вами гулять в садовый центр. Не в парк, уже парков было много. Поедем сегодня смотреть ценник, да? По чем продают, тому на что. Поэтому сегодня с вами поедем, погуляем, посмотрим. Может быть, даже что-то купим. Садовый центр мне тут очень нравится. Он очень небольшой, такой семейный, да? Именно стиль у них. Растения там всегда красивые, хрустящие, свежие. Очень такие шикарные. И, кстати, ценник достаточно хороший. Сейчас буду собирать безумную женщину в дорогу и будем выдвигаться. Так, друзья, мы попадаем на территорию нашего садового центра. Посмотрите, какая красота вокруг, какой пейзаж. Он находится в гористой местности. Не так далеко, на самом деле, от моего дома. Да, на машинке. Смотрите, тут люди у нас сегодня гуляют. Большое количество ассортимента. Как я вижу, растения здесь всегда прекрасные, всегда меня радуют. Кстати, обратите внимание на эту потрясающую женщину в жилете, да? И с фиолетовым какой-то блузой. Потрясающие испанские бабушки. Я обожаю их. Они очень энергичные. В них жизни больше, чем в молодежи, на самом деле. С утра она покупает 4 цикламена, а вечером идет с подружками в бинго, да? Вот такая у них жизнь. Посмотрите, кстати, какой красивый цикламен посажен. Вот здесь дают такие подносы небольшие, в которые ты можешь набирать себе любимых растений, всего, что хочешь. Опять вернемся к этой бабушке. Я просто от нее в восторге. Потрясающая женщина, излучающая свет. Смотрите, здесь стоят небольшие плющи. Плющи, такие вот по 1,5 евро. Тоже здесь хищные стоят, венеринные мухоловки, цветочки. Здесь у нас фикус, пумила по 1,75 евро. Смотрите, какие хорошие, достаточно крупные образцы. Очень сочные, мне очень нравятся. Вот здесь, посмотрите, такая сила генела стоит. Тоже очень интересное растение, да? Чем-то напоминает кипарис 2,95 евро. Она стоит, эта сила генела. Бегония рекс написана, 4,50 евро. Посмотрите, какие крупные, нереально красивые образцы. Посмотрите, какие цвета. Очень люблю наблюдать за бегониями. В коллекции у меня нет ни одной, но смотреть на них мне очень-очень даже приятно. Вот данный фаргуриум. Очень необычное растение. Я когда увидел его цвет, я подумал, сначала думал, может, чем оно больно, да? Написано у них по-другому. Лигуария написана, 2,95. Но на самом деле, вот такой у него и есть оттенок, такой цвет. Обычные наши потасы, да? Эпипремному золотистые. Большое количество хлорофитумов. Тоже здесь присутствуют коллекции. Смотрите, какие. Очень все симпатично сделано. Очень красивые. Вот здесь стоят антуриумы 5,85. Такие крупные достаточно антуриумы стандартного цвета. Тогда камера не совсем его передает. Это красные антуриумы. Маленькая хамидорея. Диоремские драцены наши стандартные. Такие, да? Тоже такие совсем небольшие. Пушистенькие стоят. Симпатичные. Посмотрим их поближе. Вот такие вот раценки, да? Все они вам знакомы. По 3,95. Они здесь стоят. Следующее растение. Это этот папоротник, да? Такой. Адеантениум. Если я не ошибаюсь. 4,95. Еще его вроде называют венерин волос. Говорят, что достаточно капризный. Никогда у меня не было. К папоротникам я достаточно спокойно отношусь. Небольшие аспарагусы совсем молодые. Это я вижу такое более уличное, да? Продают здесь именно вот форма плюща. Такая тоже, которая прекрасно будет плестись по дому, да? По стенам именно на улице. Такой плющ его обычно внутри не держат в помещении. Маленькие спатифилиумы в цвету. Мой спатифилиум не хочет свести. Что я только ему не делал, вы знаете, вот бесполезно. Продают все время цвету. 2,25 они стоят. У меня он стоит уже такой конь огромный. Но не хочет свести абсолютно. Посмотрите, какие красивые эти потрясающие, как они называются, вылетело у меня из головы. Цикламены, да? Цикламены это называется. Смотрите, какая красота. Какие цвета, да? Не самый у нас климат для цикламенов подходящий. 3,45. Написано, небольшие цветы. Посмотрите, какие цвета. Камера их, кстати, передает достаточно хорошо. Они прям неоном отсвечивают. Потрясающие. Вот, средний. Дальше идем. Такой у нас нефролепис. Да, достаточно обычный папоротник. Кстати, у них там тоже много горшков, различных препаратов. Но туда мы не пойдем. Горшки, я думаю, мы везде видели. Нам больше цветочки показывает, да? Вот такие нефролеписы очень красивые. Пушистые, пушистые. Тоже хорошие. Хорошо они растут. 4,95. Да, если я не ошибся по цене. Дальше мы идем. Мы такие колотея медальон. Вот такая. Смотрите, какая красивая. Тоже огромные кусты. 21,95. Стоят эти прям очень крупные кусты. К колотеям я отношусь с пониманием. Да, то есть очень некрасивые, но бедняги. Так их кушают хорошо. Клещи на первое, второе, да, и на десерт. Поэтому я их не завожу. Вот здесь, смотрите, пиладендроны. Вот такой зеленый у меня есть. Imperial Green, да. Вот такой у меня уже есть в коллекции. Тут они стоят по 6,85, но поменьше сами растения. Я вижу, что по одному растению посажено в горшок. И вот такой Imperial Red. Тоже потрясающе красивый. Посмотрите, какой шикарный куст. Видите, небольшой садовый центр. Иногда даже лучше, потому что растения выглядят более здоровые, чистые. Посмотрите, никакой на них нет ни пыли, ни грязи. Все чистенькое, все свеженькое. Потому что работает, как я вам уже говорил, вся семья здесь. Мама, папа и все их дети. Уже такие дяди, которые на самом деле их детки. И все они тут работают, все они, да, начищают, прихорашивают все. В общем, смотрите, вот такая адрацена. Тоже, да, написано Tronco de Brasil. Tronco это ствол по-испански означает. Бразиль, бразильский ствол, в общем. Прям очень хороши эти Imperial Red. Но посмотрите, какие красавцы. Диффенбахи по 9,85. Такие достаточно стандартные диффенбахи, на мой взгляд. И мы продолжим наше движение. Очень приятный садовый центр. Мне очень нравятся вот такие еще очень красивые диффенбахи есть. Посмотрите, какие интересные. Да, тоже по 9,85. Такая у них вариегатность необычная, интересная. Вот хлорофитумы покрупнее. 5,85. Синта. Синта это хлорофитум по-испански. И также синта это полоса, лента, да, по-испански. Следующее растение. Это такие молодые, симпатичные, очень даже приятные монстеры. По 6,85. Достаточно крупные экземпляры. Уже даже у них пошли резные листья. Очень симпатичные, да. Следующее растение в нашем списке. Это вот такой папоротник. Симпатичный тоже. Не помню его точное название. Но очень-очень красив он. Папоротник. Не помню. Вот прям иногда, по-моему, это плебодиум называется данный папоротник. Иногда испанские названия, они отличаются от русских. Поэтому я вам стараюсь сказать что-то среднее. По-моему, вот он называется именно плебодиум. Вот здесь еще такие папоротнички есть. По 2,25. Небольшие совсем, да. Их поставили в тенечек. Такие замики, замиакулькасы. Стандартные, зеленые. И вот такие интересные филадендроны тоже. Здесь стоят в большом количестве. Представим. Посмотрите, какие крупные кусты. Крупные листы у них. Здесь и к ханаду есть, тоже стоит. И вот такой. Смотрите, 6,85. Написано Сейон. Филадендрон Сейон. Но я их название, честно сказать, не сильно стараюсь читать. И вам говорю больше, вам привычные. Смотрите, какой красавец. Несколько растений в нем посажено. Очень-очень крупный фил. Прям вообще. Глаз не оторвать от него. Приятный центр. Прям люблю я его, знаете. Буду его продолжать нахваливать. Потому что иногда, ну, такие большие. И часть растений неухоженная. Я, конечно, понимаю это. Но вот иногда можно даже поменьше. Да. Вот смотрите, какой прекрасный хлорофитум кудрявый такой, да. Посмотрите, какой симпатяга. Смотрите, какой он прям кудрявый, кудрявый. Очень прелестный, приятный. Много у него детских этих отводок, да, на нем растет. Но я хлорофитум у меня не люблю. Кстати, выйдет в следующей неделе видео. Не знаю, будет ли вам новым интересно. Пересадка и разговоры о любимых и нелюбимых растениях. Если что интересно, пишите мне, как вам эта тема вообще. Вот такой следующий у нас идет тоже. Нефролепис, по-моему, это ксалата. Он, как, похож на обычный, например, нефролепис, но он намного гуще. Посмотрите, какой огроменный куст. Нереальный. 9,85. Такой огромный-огромный куст нефролеписа. Его одного поставь в квартире, да, и все. Больше никто и не нужен, по большому счету. Смотрите, какой красавец. Такие крупные-крупные очень кусты. Следующие. Это у нас стоят такие хавеи пальмы. Тоже очень симпатичные. Там вот выше еще нефролеписы. Видите, людей сегодня достаточно много. Меня сейчас спрашивают, Николай, где же люди, почему нет людей? Я, конечно, друзья, всегда ищу время такое, чтобы людей было как можно меньше. Обычно я еду во время съест. И съест, когда испанцы кушают и спят. Да, и тогда выхожу я на улицу и начинаю все снимать. Поэтому не пугайтесь, людей у нас много. Если приедете, они вам даже успеют надоесть. Да, испанцы, они любят пошуметь. Смотрите, вот такие прелестные хамидореи. Небольшие, по 6 евро с копейками они стоят. Такие хамидореи очень крупные. Иногда забалтываюсь, не вижу ценник. Не хочу вас обманывать. Сейчас посмотрим здесь поближе на них. Посмотрим, сколько они. Почем хамидореи в Караганде? 3,95. Вот эти они поменьше. 3,95. Но те, значит, по 6 копейками были. Вот такие вот хамидореи шикарные. Тоже у нас их очень много всегда продают. И очень дешево. Гусмании по 4,75. Красивый очень гусмании. Смотрите, такие. Каждая имеет свое место. Ненатыканное они. Каждую поставили. Так что индивидуальное есть место у нее. Вот такая монстера обликва. Не вижу ее прайса. Она всего в одном у них экземпляре. Ей бы уже на опору. Вот эту монстеру посадить уже нужно на опору. Снова филадендроны. Снова красота. Посмотрите, какие вот они пишут. Сейон. Не понимаю, что они хотят сказать. Называя этот филадендрон сейон. Сейон по-испански это кресло. Вот сегодня прям урок испанского от Николая. Сейон по-испански это кресло. Я знаю, некоторые из вас начали учить испанский язык. Глядя мои видео даже. Поэтому ради вас, дорогие мои хорошие подписчики, зрители, буду вам периодически давать какие-то испанские слова. Здесь продается у них большое количество субстрата. Различного, да, и для кактусов, и для ароидных, и для роз, и перлит, и все, что хочешь у них здесь есть. Но мы продолжим наше движение по цветам. Посмотрите, еще здесь большое количество растений. И вот такие забавные чучела, да, растут здесь, растут, живут. Вот опять цикламены. Посмотрите, по 3,45. Большое количество очень красивых цикламенов. Очень здоровые, очень-очень красивые. Я однажды заводил цикламен в своей жизни, еще живя в Барселоне, но как-то у меня с ним не пошло. Для них нужен тоже специальный уход, пониженные температуры, да, чтобы они, бульбы начинали их потом хорошо цвести, а не сезонные. Посмотрите, какая прелесть. Вот есть некоторые неонные. Посмотрите, вот он прям как неоном отражает, какие у него лепестки красивые. Просто удивительное растение. И здесь они продолжаются. Сегодня прям день цветочника, да, такой день цветочника. Прямо аж дачу захотелось иметь, потому что дачи у меня нет. Да, человек без дачи, это, конечно, тяжело живется иногда человеку без дачи. И дальше мы с вами, друзья, продолжим. Вот вы можете видеть потрясающие гортензии. Очень красивые, да, такие, я не знаю, я понимаю, они уже оцветающие, потому что обычно гортензии, они ведь другого цвета. В этом садовом центре, на удивление, представлено огромное количество цветущих растений. Обычно их не так много в садовых центрах. Посмотрите, даже каланхоя вот эти стоят такие красивые, да, 2,45. Такие два кустика у них остались. Растения они привозят немного, насколько я знаю, но поэтому, так как их немного, и они всегда свежие, люди их очень быстро разбирают. Посмотрите, вот такие красивые, да, как камера, делает их еще более интенсивными. Оттенки бегонии разнообразные, есть желтые, есть оранжевые, есть красные, есть белые, да, какие хочешь. Вы знаете, что, кто следит за моим каналом немного, знает, что я в основном, конечно, занимаюсь красивой листвой. Мне нравятся листва растений, но я знаю, что многим людям также нравятся цветения, цветущие растения, поэтому почему бы их не порадовать, да, всех нужно периодически радовать. Все мы достойны определенного внимания. Посмотрите, вот такая тоже симпатичная адрацена, фрагнанс, да, очень красивая, небольшая, совсем молодая. Фикусы бенджамина тоже по 21,50. Фикусы у нас, вот честно скажу, не знаю, кто их покупает, потому что у нас прекрасно можно брать черенки на улице, при том, что не так, что у кого-то, да, там воровать, так сказать. А именно на улице у нас просто растут кустами эти фикусы, такие тоже антуриумы. И практически любой фикус, и каучуконосный, и фикус али, и фикусы бенджамина, да, разнообразные, варигатные, неваригатные, можно брать на улице. Вот, смотрите, красивые калы. Калы тоже достаточно интересные растения, посмотрите, какая красота, какие хочешь. Тут есть оттенки у них, очень интересные вот эти тоже розовые, по 7,85 стоят данные калы. У них еще бывают такие интересные листья, да, как в крапинку, маленькие фикусы бенджамина, совсем такие крошки, варигатные, тоже здесь растут. Знаю, что многие из вас любят фикусы, вообще вы все любите, вы такие интересные, с каждым общаешься, периодически индивидуально, и у каждого свои предпочтения, да, у каждого свой вкус. Вот такие кротоны, по 6,85 стоят вот такие интересные кротоны, тоже, причем, смотрите, интересно, да, что есть экземпляры намного меньше, стоят 6,85, и очень высокие экземпляры, тоже 6,85, не знаю, они их поставили всех по одной ценовой категории, да, кому-то достанется маленький, кому-то большой. Смотрите, розы, розы, да, друзья, я ни разу не показывал розы кустовые, смотрите, какая прелесть, 11,85, такая огромная роза стоит, с бутонами, и даже уже много цветущих, у нее есть цветов. Смотрите, здесь еще каланхоя, да, тоже, там мы видели такие розовые, а здесь бледно-розовые, оранжевые, красные, и также стоят они 2,45, смотрите, какая красота. Интересные очень растения, и вот здесь я вам покажу опять розы, у меня мама очень любит розы, мама, тебе посвящаю эти розы, смотри, какие я, если будет по весне, она, у нее шикарно все цветет, у нее дача, по всем дачам дача, да, такая примерная дача, если захочет, нам не может снять видео, я вам выложу цветение ее роз, потрясающее зрелище. Посмотрите, какие тоже тут красивые экземпляры есть разнообразные, вот и желтые вы можете видеть цвету, такие оранжевые в цвету, все с бутонами, выглядят достаточно хорошо, посмотрите, какая симпатичная вот эта, какой у нее интересный оттенок, как пламя такой, и каждый кустик, да, он подписан, такие у них рисунки на этих розах, есть разнообразные. Здесь еще стоят кливии, посмотрите, кливии по 4,50, тоже одно из моих первых растений в жизни, это была кливия, которая, кстати, ни разу не цвела, я так понимаю, что мы ее дома держали очень высоко и очень темно, и было, поэтому она была очень-очень зеленая, но никогда она у нас не зацветала. Продолжим дальше наше шествие, посмотрите, какие здесь написано, типа специальные кактусы, кактусы специаль, особенные, да, то есть не встречающиеся очень часто, и вы действительно можете видеть, тут стоят и литопсы интересные, и суккуленты, посмотрите, какие жирненькие литопсы, И смотрите, какая красота Вот этот прям огромный Вот еще тоже, посмотрите Какой симпатичный лицо, крупный И какие интересные кактусы и суккуленты Конкретно я вам сейчас не буду давать названия все Потому что иногда все не знаешь Хотя мне иногда говорят, что у Николая учите название Чтобы все рассказывать Но мне кажется, все все равно не скажешь никогда Поэтому просто посмотрим Видно, что уже эти подносики такие были Они хорошо потрепаны покупателями Осталось уже не так много растений Вот тоже очень интересные кактус, белесые такие Смотрите, они стоят по 1,5 евро Вот маленькие А крупные стоят чуть дороже по 2,95 Если я не ошибаюсь В основном есть другие еще цены Продолжим дальше наше движение Смотрите, какие симпатичные тоже спатифилиумы Хорошо цветущие И вот платицериумы Посмотрите, какие интересные платицериумы По 7,85 Очень красивые Посмотрите, свежие Такие молодые Очень-очень красивые платицериумы Бегония Тоже одна из них Так много этих бегоний потрясающих Здесь растут очень много А также других растений Да, вот много петуни Вот сейчас вам покажу Посмотрите, какие красивые петуни В таких подвесных кашпо Да, опять-таки У кого есть свой дом На дачу В какую-нибудь летнюю террасу Веранду Повесить Такие потрясающие кашпо С этими петуниями Такие разноцветные граммофоны Очень-очень красиво Все это смотрится Ходят Видите, много людей Поэтому Когда много людей Иногда сложно снимать Поэтому приходится так Увиливать Чтобы сильно они не попадали в кадр Здесь смотрите Также продается клубника Канарская По евро 75 За горшочек Также здесь стоит кумкват Тоже, да Его можно кушать 19,85 Конечно Который пришел с Голландии Лучше подождать Пусть он перецветет заново И заплодоносит Такой тоже декоративный перчик Смотрите Какой симпатичный перчик Для каждого же помидоровые кусты Здесь растут В общем, все, что хочешь тут И герань Вот смотрите Какая интересная виола Да, написано Виола Потрясающе красивые кусты Они меня просто загипнотизировали Своей красотой Посмотрите У них цветок Имеет лепестки разного цвета То есть Как будто бы они Ненастоящие Кажется Смотрите Желто-лиловые Желто-фиолетовые Такие еще с рисунком необычным Такие вот Потрясающе красивые виолы Продаются здесь И вы видите Эти розы Да, там Какая красота В садовом центре Очень много Как я уже говорил Цветущих растений Посмотрите Вот здесь Дальше тоже Мы с вами продолжаем Наше движение Здесь Здесь Такие стоят Мальва Написано Что это Мальва Данное растение Называется Мне писали То ли это Пеларгонии То ли Герани Здесь пишут Мальва Буду называть их Мальва Продолжим Наше движение Вот моя Так сказать Моя слабость Моя прелесть Как в том фильме Кто украл Мою прелесть Вот такие стоят Потрясающие Суккуленты Очень красивые Стоят Смотрите Даже есть садики Здесь небольшие Сделанные Уже для ленивых Мы с вами Не так давно Создавали Небольшой Суккулентный Садик И кактусовые Вот здесь Уже для людей Которые не хотят Сильно заморачиваться Уже готовые варианты Даже Смотрите Умудрились Сансеверию Посадить в центр В таких вот Садиках Конечно Сансеверия Долго садик Не продержится Потому что Сансеверия Начнет моментально Пробивать себе Путь дорогу Своей детворе Смотрите Здесь тоже Огромный ассортимент Различных Кактусов И суккулентов Здесь и маленькие Разные Красулы Каланхоя И опунции И все Что хочешь Здесь представлено Посмотрите Какая красота Я буду медленно идти Вам все это Показывать Смотрите Какое разнообразие Даже И он Я вижу Стоит Небольшой Адениум Здесь смотрите Вот маленький Адениум И вот посмотрите Как красиво Цветут Данные Кактусы Рядом Это айфорбия Вот смотрите Какая красота Какой цветок Имеет данный Кактус Смотрите И вот еще Есть такой Тоже Желтый Очень Очень красивый У него бутон Огромный Просто нереальный Смотрите Какая прелесть Астрофитумы Тоже Пятигранные Набирают Бутоны Стоят Фиолетовая Опунция Тоже Кстати Очень симпатичная И довольно редко Встречающаяся А прайс Начинается От Ценник От полутора Евро До двух Двух с половиной Евро Два девяносто Вот такие Стоят все По два пятьдесят Вот эти все Кактусы Любой Который вам Понравится Он стоит Два пятьдесят Вот такая Вот Ценовая политика Да Тут нет Какой-то Реже встречается Какой-то Чаще встречается Они все Ставят всегда Так сказать По одному Прайсу Мне кажется Больше Из-за размера горшка Нежели Из-за самой Ценности Растения Вот эти Стоят подороже Немного Опять-таки Потому что Горшок побольше Они стоят Два девяносто Пять Вот такие Крупнейшие Посмотрите Какая красота Тоже Какое разнообразие Вот Удивительнейший Кактус Посмотрите Какое у него Цветение Он весь Весь В бутонах И здесь Продается Еще Очень большое Количество Этого же Кактуса С маленькими Бутонами Смотрите Какие крупные Бутоны Тоже У астрофитума Котеледон Стоит Небольшой Молодой Смотрите Какая роскошь Какое Разнообразие Изобилие Всего Что только Можно пожелать Да Конечно Тоже Такой момент Хотел бы С вами Эту тему Поговорить Сниму Видео О том Что когда Нужно Себя Останавливать Начинать Потому что Всего Иметь Невозможно Как бы Не хотелось Постоянно Делать Какие-то Покупки Все равно Невозможно Потому что Потом Меняется И Растения Начинают Расти Да Мы не Можем За всеми Идеально Ухаживать Поэтому Иногда Бывает Сложно Посмотрите Какой Красивый Тоже Куст Просто Нереальный Весь В бутонах И в цветах Просто Потрясающая Красота Посмотрите Вы когда-нибудь Видели Такую Красоту Цветущую Кажется Что-то С чем-то Смотрите Тоже Очень Интересная Эфорбия И Вот Такие Тоже Кактусы Да Эти Конечно Уже Экземпляры Стоят Подороже Тут Я вижу И по 12 Евро И по 8 Евро Крупные Кактусы По 8.95 А вот Эти Все Стоят По Одной Ценовой Опять Политики По Одной Цене Большое Количество Разных Суккулентов Вот Такие Симпатичные Тоже Здесь Красулы Очень Интересные Стоят Они По 2.95 Вот Такие Просто Суккулента Суккулента Это Суккулент Латинское Слово На Испанский Манер Форбии Тоже Приятные Алоэ Все Что Хочешь Вот Такие Вот Красавцы Красавицы Стоят Здесь Радуют Нас Своей Красотой Смотрите Вот Такая Форбия Вот Такая Красивая Форбия Очень Необычная Посмотрите Я вам Сейчас Я покажу Поближе Смотрите Какая 8.95 Стоит Данная Форбия Очень Интересный Такой Молочай Своеобразный Здесь Еще Снова Можете Видеть Большое Количество Мамилярий Уже Таких Крупных Тоже Разного Ценника Да Красота Красота Цветения Потрясающее У растения Вот Еще Раз Вам Цветы Какие Бутоны Очень Красиво Оно Растет Здесь Сейчас Мы Еще С этой Стороны Посмотрим Все Чтобы Сильно Не Бежать Чтобы Все Понравившийся Вам Цветочек Могли Разглядеть Который Вам Пришелся По душе Смотрите Какие Симпатяги Кактусы Суккуленты Можно Создавать Садики Можно Сажать По Отдельности Вот Тоже Очень Интересный Кактус Вы Видите Такой Вот С темными Краями А в центре Ярко Зеленый Тоже Очень Необычный Красивый Кактус Продолжим Наше Движение И огромное Количество Бутонов Что Радует Что Посмотрите Каждый Второй Кактус Просто Нереально Покрыт Бутонами Бутоны Восхищают И поражают Своей красотой И потом Конечно Получаются Вот эти Цветы Кто Я Как я Говорю Иногда Кто Не Любит Кактус Он Просто Не Видел Их В цветении Потому Что Они Просто Потрясающие Посмотрите Снова Пишут Нам Мальва По 4.25 Вот Такие Большие Кусты Этой Мальвы Здесь Продаются Смотрите Какие Красивые На Любой Вкус Да Посмотрите Какая Красота Есть И с Оранжевым Центром И с Темным И Более Светлым Есть Практически Белые Очень Очень Красивые Я Спокойно Отношусь К этим Растением Я На Них Люблю Смотреть У Других У Себя Их Не Завожу Но Мне Кажется Если Организовать Балкон И Заставить Его Именно Вот Конкретными Растениями Будет Просто Потрясающий Балкон Всем На Зависть Да Такая Красота Такое Цветение Буйное Очень Активно И Здесь Смотрите Продаются Канарскую Сосну Пино По Испански Это Сосна Посмотрите Вот Такая Канарская Сосна По 6 Евро Это Удивительное Растение Канарские Сосны Они Очень Крепкие Несмотря На то Что Периодически Бывают Пожары И Они Полностью Выгорают Эти Канарские Сосны Они Не Погибают Они Заново Перерождаются Как птица Феникс Из Пепла То есть Должно Случиться Что-то Крайне Нереальный Пожар Сильнейший Чтобы Растение Погибло Обычно Они Потом Восстанавливаются Снова Посмотрите Данное Растение Тоже Симпатично Называется Гаура Вот Такие У него Небольшие Красивые Цветы Это Опять Таки Уже Больше К саду Вы могли Видеть Что У нас Такие Растения Растут 3.95 Вот Например Стефанотисы 7.50 Они У нас Часто Растут На улице По Надоградками В частных Домах Тус Гулял В районе Город Сад В нашем Городе Видел Их Полиусы По 2.45 Тоже Очень Симпатичные Разнообразные Причем Очень Крупные Кусты Тоже Опять Таки Такая Больше Секция Для Сада Для Загородного Дома Либо Просто Для Дома В нашем Понятии Это Дача Да Зачастую Такие Растения Идут На Дачу Сажаются И Постепенно Смотрите Это Такое Называется На Помогу Эринус Данное Растение Такими Небольшими Колокольчиками Оно Цветет Очень Красиво Вот Тоже Приятные Такие Как Газончики Получаются И на Высоких Цветоносах Небольшие Цветы Похожи Чем-то На Ромашки На Такие Фресь Я Или Фрусс Я Написано 3.95 Вот Диплодемия 2.95 Молодые Диплодемия Они Очень Хорошо Тоже Плетут Оплетают Все Очень Хорошо Растут И Они У нас Прекрасно Себя Чувствуют За счет Того Что Очень Яркое Солнце Тоже Какие-то Акустики Небольшие Вот Стандартные Наши Эфорби Эмиля Канадцы Очень Любят Эфорби Эмиля Вот 2.95 Такой Кустик Сажают Их Повсеместно До Ухода Она Практически Не Требует Цветет Она Практически Круглый Год Поэтому Их Сажают И По Над Дорогами И В Клумбы То Есть Везде Эфорби Эмиля Она У нас Рада Все Ей Очень Хорошо Подсаживают Кругом И так Продолжаю Вам Показывать Уже Сильно Они Смотрите Тоже Похожи Чем-то На Цветы Жасмина Аромат Стоит Достаточно Приятный Какие-то Растения Очень Приятно Пахнут Не Знаю Кто Это Конкретно Кто Так Сильно Пахнут Вот Это По-моему Называется Тагетис Данное Растение В России Наверняка Оно Будет Называться Иначе Смотрите Вот Этот Диморфотека Называется Очень Красивое Растение Оно Меня Привлекло Своим Цветением Посмотрите Какие У него Интересные Цветы Необычные Посмотрите Похоже На Что-то Космическое Правда На Инопланетных Существ Такая Вот Потрясающая Красандра 95 центов Стоит Кустик Красандры Обычно Сезонные Растения Конечно Они у нас Не очень Дорого Стоят Смотрите Вот Петунии Маленькие По 95 центов Опять-таки Да Любого цвета Любого оттенка Какой Вашей душе Угодно Разрастаются Они достаточно Быстро Цветут Хорошо Обильно И Прочее Смотрите Вот Фуксии Тоже Фуксии Усыпанные Бутонами Фуксии Потрясающе Красиво Цветут Кто их Видел В цвету Евро 95 Стоит Куст Фуксии В чем Достаточно Крупный Вот На одной Вы можете Видеть Я покажу Вам Поближе Вот Так Ее Цветы Выглядят Уже Открывшие Цветут Они Достаточно Долго Обильно Тоже Потрясающе Красивые Растения Эти Фуксии Смотрите Какое Изобилие В чем Разных Оттенков Здесь Есть Вот Это Называется Лантанос Лантанос Стоит 3.95 Тоже Крупные Кусты Прям Знаете Чем Больше Иду По цветам Прям Хочется Дачу Какой То Домик И Прям Засадить Какой То Не Газон А Какой То Участок Именно Вот Такими Потрясающими Красивыми Цветами Посмотрите Маргаритки Евро 75 Тоже Большие Кустики Маргариток Очень Симпатичные А вот Здесь Уже Впереди Вы Можете Где Растут Там Базилик Петрушка И прочее Вот Вы Можете Видеть Их Впереди Они Там Растут Эти Все Травки Бакарне Тоже Именно Каким То Образом Бакарне Попали В Эту Зону 6.85 Достаточно Крупные Экземпляры Крупные Бакарне Очень Симпатичные Смотрите Какие Крупнейшие Да Такие Крупнейшие Пухляши Продолжим Наше С вами Движение Такие Тоже Интересные Цветы 5.85 Смотрите Оно Именно Стоит Достаточно Дорого Не Могу Разобрать Буквы И Сам Не Знаю Название Поэтому Не Буду Вас Обманывать Такое Растение Очень Симпатично Красиво Цветущее Стоит 5.85 То есть По сравнению С остальными Растениями Можно Сказать Что Достаточно Дорогое Да Продолжим Наше С вами Движение Вот Снова Эти Потрясающе Красивые Цветы Смотрите Какие Симпатяги Растут Здесь Люди Ходят Гуляют Выбирают Покупают Такие Маргаритки Да Маргаритки Или Маргаритки Сейчас Меня Карающий Меч Начнет На меня Падать Что Николаева Ошиблись Это Не то Я Назову Пока Так Маргаритка Да По-моему Это Маргаритка 3.95 Они Стоит А нет Что-то Другое Вот это Будут Маргаритки Значит Если Те Не были Маргаритками Значит Будут Маргаритками Вот Эти Посмотрите Какие Симпатяги Да Они Такие Прям Как Фейерверки Растут На Этих Кустиках Да Бинго Смотрите Маргаритки 3.95 Маргаритки По-испански 3.95 Такие Крупные Кусты Маргариток Очень Тоже Симпатичные Симпатичные Все Симпатичные Прям Куда Деваться Так Хочется Всех Взять Я Был Даже Себе Взял Только Кустик Маргариток Но Куда Зачем И Почему Да Поэтому Мы Воздержимся Мужчина Прям Шел За мной По пятам Знаете Прям Дышал Мне В спину Я Чувствовал Как Брызгала Вода Во все Стороны Мне Кажется Ему Надоело Что Я Хожу Здесь Все Снимаю Поэтому Я По всей Видимости Отсюда Уйду Расхвалил Семью В итоге Папа Глава Семейства Решил Меня Начать Потихонечку Выживать Из своих Владений Гуляя За мной Со шлангом Смотрите Сансеверия Небольшое Количество Не очень Не у них Такие Здесь стоят А вот Здесь Кипарисы Симпатичные Мы уже Практически Закончили Друзья Осталось Совсем Немного Да Вот Здесь У нас Тоже Это растение По-моему Называется Леокофилум Вот Мирт Вот Это обычный Мирт Да Это шифлера Наша Стандартная Которая Часто Вам Показываю Продается Она Везде И Также Можно Брать Спокойно Себе 685 Она Где стоит Ее Можно Спокойно Брать На улице Как Отросток Бананы Пальма Цикас Тоже Потрясающе Симпатичная Смотрите Кори Вот Это Растение Сейчас Вам Она Очень Колючая Цветет Потом Выдают Потрясающие Плоды Очень Интересное Растение 785 Кустарник Вот Банан 895 Кому Банан Такие Еще Шифлеры Тоже Очень Симпатичные Смотрите Какие Красивые Шифлеры Здесь Продаются Да Такая Вот Приятная Шифлера Достаточно Необычная По 1450 Данная Шифлера Стоит Вот Такой Вот Садовый Центр Друзья Что Он Пишите Комментарии Здесь Еще Немного Растений Стоит Здесь Калистемон Один У них Всего Калистемон Но Зато Какой Смотрите Весь Красивых Ершиках Своих Цветущих И Вот Так С видом На Травы Которые Идут У нас В салат И суп Мы Будем Заканчивать Наше Романтичное Путешествие Будем Прощаться Желаю Вам Каждый День Улыбается И Несет Только Радость Всех Обнимаю Пока Пока